Решительно приветствую верные воины Империума Человечества, с вами ваша легальная девочка в Сайкер Невервор и возвращаемся в Бархаммер Рог Трейдер, вольный наш торгует на нашем шикарном корабле под названием Пупырышек. Итогу, мы отбились от предателя Кунрада Вейтвира, мы нашли Абеляра, или он нас нашел, запечатали камеру патента и должны найти нашего лорда капитана. Но сначала у нас есть уровень, который мы можем прокачать и улучшиться. Итогу, одно достижение доступно, вот, видите, вот тут сразу видно, куда мы можем идти и как. Давайте что-нибудь улучшим, что мы можем. Дотопны новые ранги, выберите навык, из чего у нас есть. Что мы будем повышать, коммерция или убеждение, или набор, или что-то, дайте убеждение. Игра очень сильно диалоговая, а коммерцию, грусти своей, за все время прохождения бета-версии, я так и не нашел, где мы ее применяем. Поэтому убеждение, да, 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 согласен. А что у нас еще есть? Умения какие-то есть? Ууу, смотрите, какая прелесть, а? Слушай, а я хочу много новых интересных, мне вот побольше, пожалуйста, фаерболов. Ну, архетипы приняли, архетипы приняли, доступные навыки взяли-взяли. Улучшение одно доступно или не взяли? Вот, теперь взяли, точно. Есть такое, есть такое. Применяем. На Абеляра делаем то же самое. Абеляр, что ты можешь делать? Абеляр у нас идет по стезе воина. Потом пойдет, наверное, ну, ассасином ему не быть, прямо скажем. Ну, вот авангардом, авангардом, скорее всего, он будет с его незыблемой стойкостью. Так, давайте-ка добавим кое-что еще. Навыки. А у тебя мы поставим устойчивость или атлетику. Для авангарда будущего, наверное, устойчивость все-таки нужнее. Есть такое. Сделали, сделали. Ну и выдвигаемся. Родина ждет спасения. Если что, лут мы уже забрали. Мы отправляемся куда? В святилище навигатора. Мы были в камере патента. А вот нам сюда нужно. Довольно быстро, как видите, загрузилось. И, судя по его нациям, садилище навигатора прямо во коридору. Молюсь Богом, гумбинатору, чтобы мы не воздали. А что это за девушка такая интересная у нас здесь? Женщина перед вами резко оборачивается и смотрит вам прямо в глаза. Ее собственные очи сияют под сторонним светом. И вступит под своды палат ослюбленного проводника. И узрит сияние последнего восхода сквозь неплотные ставни. И падет жертвой прихоти судьбы. Ну да, говорит на пафосном. Госпожа, береги голову. Ну, это не самая ценная наша часть, поэтому можем не беречь. Иди, Ро. Биар недовольно отряхивает и перехватывается оружием. Неужели было сейчас не тяло сфорулировать предсказание тетча? Мы едва не погибли. Женщина закоется с странным гортаным пьяным смехом. Прости, старик. Голоса так громкие, что я сама не слышу их. Визжат, поют. О, Абеляра, никак они поют. О, Новорбор? Это Идира Тлас, личный писакер и предсказательница ее светлости, Теодору фон Валансиус. Абеляра кидывает с лишечным взглядом. Идира? Едем в яна, старик. Меня дурманит варп, что пропитывает эти стены. Я вижу участь корабля. Участь гинуть в волнах и материума. То есть в присыпляющих лучах последнего восхода и среди присыпляющего пламени стоит фигура. Кто это? Я не знаю ответа. Сущность в вашем сознании сжимается, и, скребя когтями по сводам вашего разума, добивается еще глубже, еще дальше, словно прячется провидец, стоящий напротив вас. Значит, ты предсказательница женщина. Идира кидает, однако взглядом и направлен куда-то в сторону. Мне шепчут голоса по ту сторону порога. Второй говор, отличимый, дарует познание. Поконт сводит меня с ума, но я терпелива, да-да-да-да-да. Я умею слушать и разбирать. Только сейчас в руку такой гомон. Слишком много голосов, слишком громко. Гир поворачивает в гом голову, ее отрешенные глаза сеют углями. И ты, ты, Неверморфон Балансу, ты тоже ведьма, как и второй. Лети, которые, кажется, псайкер остались столь по душе. О, теперь она одного вместо себя посадить хочет. Заметьте, вписано в игру, что мы псайкер. Следовавши за вами всю дорогу в Окс-Череп, щелка несколько раз в своем реле, и обрывки Ричи Теодор сменяются смутно знакомым голосом. Офицерская чистота, всем, кто меня слышит. Держащий в руках оружие, немедленно собраться на офицерской палубе. Повторяю, немедленно собраться на палубе. Наверное... Да, это Эль-Эль-Эль-Трат. Пройдение Императора. Второй наследник тоже жив. Нужно немедленно направляться на... Нет, старик, не-не-нет. Если мы утонем в Варпе, ни один из наследников, ядет Эодору, уже не пригодится. Если Эль-Трат, как я еще не сдал ни разу мне тело, намелась в Варпу, значит, без нас еще пронежется чуток. Нобеляр Витиева отругается над Лежим Чувашском. Проклятие. Ты права. Сначала нужно разобраться с тем, что происходит здесь. Откуда ты меня знаешь, что интересно? Что думаешь, Летит Эодору не просил меня заглянуть во дьму за спиной тех? Вон, впрочем, наследники? Ха-ха-ха-ха. Я видела себя на вармор. Я видела твой поступь. И твое минулое. И рана твоего сердца. Да ты что. Вы выдрагиваете слов провидицы. Несомненно, она веет ввиду кошмары, которым пыточных дел мастера подвергли ваше тело и разум. Мускулы непроизвольно сокращаются, словно вы вновь готовите к неотбежной боли. Это на тему нашего темного часа. А вот вопрос, а не предательница ли ты часом, когда здесь оказалась? Меня позвали шапотки. Те, которые я смогла разобрать среди прочих воблей визгов. Да, те, кто качает лодку и хочет опрокинуть ее в варм, начали с больного. С навигатора. Водняка свой сварм. Другие шапотки звали в инженерный отсек, но поздно, поздно. Я слышала крик нашей главной шестеренки. Техно после. Кто? Главный техно-провидец. Мертв. Без сомнения, мертв. Голоса вопиют и миряя кошмаров. Гогочут над каждой сотен душ, которые сейчас творятся в арке. Виск из светильщина навигатора был сводче прочих. И у души мумерит у навигатора, чем какого-то наживателя рычага в подсеке. Ну, давайте убедимся. О, не-не-не-не. Никаких в порядке, там не пахнет даже не рядом. Неужели ты не чувствуешь, что она рос по коже? Не ощущаешь взглядом на себя? Вар плюс расковал переборки. Дальше беда, только беда. Игир замирает. Потом хлопает себя по щекам. Потирает лицо и обращает на возгляд. На стороне свет в глазах угас, но на губах появляется ухмылка. Но ведь мы же не надеемся, нет? Чтобы тут так фонило, сейчас нужен навигатор, хоть калечный, хоть при смерти, но еще живой. А раз у него еще, точнее у нас, не слезла кожа с лица, значит, третий глаз его закрыт. Ну или подбитоку до конец. Та-а-а. Тебе уже мы-то прохлаждаемся вперед. На защиту благородного мутанта, пока вы еще живы. Ну давайте. Доберись до светилища навигатора. Я вот на минуточку проверю, что здесь происходит, кроме светилища навигатора. Хотя, судя по закрытым дверям отсута и лута, ничего там не происходит. Господин навигатор, можно ли нам? Туки-туки, кто в домике? Ах, вы негодейские негодяи, поле пытается уничтожить. А я посмотрю на трубу, что это такое? Облобок трубы. Оставил в полу заметную мятину. Ну что же. Единственное, что я забыл, как тут группируются, чтобы толпой не бегали. Заходим, спасаем. Так, обидер, ты у нас бывший авангардом. Не в колоссовом смысле, а просто в обычном. Вот здесь вот. А мы персонально будем ставить фаербайл раздавать вот здесь вот. А эдиру проверим. Я помню, что у эдиры молнии были, тогда наоборот. Давайте вот так вот здесь. А чернявая эдира будет вот здесь. Как будто в лице поменялось, что ли. А билер не достанешь, да? Кстати, да мы их расплох застали, слушайте. Надо было вплотную установить сам. Удар номер один. Цель слишком, в смысле, слишком близка. Чё, не добежишь, что? А сюда тоже не добежишь. Ну давай, зону контроля устраиваем. Почитал немножко обзора, друзья мои, на тему того, что по качеству игры, мол, бои тут затянуты и всё такое. Дамы и господа, в настолочки давно играли. Тут ради затянутых пошаговых боёв то весь вопрос и есть. А что за глазик? За благовременность. Один союзник на расстоянии 10 клеток. Стакер повышает шанс уклонения и парирования целей на 10% до конца боя. Неплохо, на одного союзника или анализ целей. Один враг на расстоянии 20. Противка выбирает в качестве цели противника в радиусе 10 клеток от себя. Цель немедленно получает плюс 2 уязвимости, а неплохо. Проанализируем. Тем более, что там Псайкер-Еретик есть. Негодяй. Ты какую нехорошее сделал-то? Попадем слабо. А здесь попадем красиво, если добежим. Добежим, конечно. Так, Гарри-Гарри, ясно, чтобы не погасло. Слабый ты Псайкер-Псайкер. Наша кунфу псионическое лучшее. Ну давай, дёрнись-дёрнись. А, дёрнулся, дурашка. Это требовало доказать. Так, отсюда нет. А по прямой, если? Да, по прямой можно валить. В смысле ты парировал? А тут ты зря сделал. Прям не понимаешь ты политического момента. Идира, молния не надо. Можешь вывалить кадилом, но его уже нет, считаем. Увожу за крик. Сивиск. Одно существо на расстоянии 12 клеток. Наносит цель от 7 до 12 урона. Точно. Точно. Лысота же. Веспиадос. Существо у кресла, кажется, вросло в него. Вы видите пергамент на розовую кожу, растянутый между обшивкой сиденья и конечностями. Которых слишком много суставов, заметьте, для обычного представителя человечества. Влигатор тяжело дышит. Воздух со свистом проходит через две жаберные решетки, темнеющие на его щеках. Глаза задания закрыты. И обычные два, и третий. Расположены на лбу, а не то, что вы подумали. Кажется, господин Веспиадос еще жив. Служки мертвы, но камера хвала императора все еще не открыта в арпу. Может, у нас есть шанс выйти отсюда живыми? Господин навигатор, вы живы? Навигатор приходит в движение, едва приподняв голову, он переоткрывает обычные глаза. Из-под опущенного третьего ока, выкатывается темная капля, и скатывается по лицу, оставляя угольную дорожку. У вас мало времени. Голос доносится и звук с решетки. В основании причудливого кресла. Вы так и не понимаете, как он воспроизводит человеческую речь. Но тебе нужна помощь, ты... Тебе нужно выдернеть из этого кресла. Тело навигатора взрывается от движения. Резкий рывок вперед, назад, снова вперед. Хруст костей треска раздираемой кожи. Все же сращенное, со ссидением создания, оказывается крепче этих бешеных порывов. Будто он достается на месте, до предела подавшись вперед. В своих многослойных одеяниях. Шаберные решетки раскрываются, образуя два уродливых, визжащих рта провала. Пойдите на колени, смертные, и узнаете последний восход. Чужой, чужой стены в чужом теле. Игра спуганно взгвизнула. Крикаю Диру, втурят безмолвные вопли в вашей голове. Незримая товарь, торжествующий визжит, приведи навигатора, охваченного пароксизмом из цверны. Поступы его громко. Ибо бремя надежд чужих несет он. Натворите ваши сердца, и в душу ваше вложу я миллиарды слов и смыслов, из которых значит спасение во мне. Навигатор светлил, хохотом мечет за своем кресле, а затем резко оседает. Его лицо залито черно-красным. Угольная жижа из-под третьего ока стремится превратиться в настоящий поток. Бегите, бегите, пока я еще в силах. Вокс хрипит, едва извергая себя мученные слова. Я вам могу удержать торже, но ненадолго. Нужно начинать трансляцию, покинуть варп, но только с помощью главного комчего. Ну что ж, тут мы не поможем. Абеляр, что делать-то нужно? Хром может начать трансляцию только при поддержке главного комчего, если он жив, конечно. Пытаться стоит, нужно добраться до мостика. А чтобы добраться до мостика, нужна поддержка. Единственный вариант, провелся на официальную шлифскую палубу, 301-летрадом его людьми. Думаю, там же будут люди Теодора. Она точно слышала призыв. Идира притягивает руку к навигатору, но последние мгновения отдергивает ее. Веспитяз. Удачи, спасибо. Но навигатор уже не отвечает ей. Что мы видим? Навигатор кажется мертвым, лишь слабое движение груди подает вам знак, что он еще жив. Допустим. Во, на там нажимается, вспомнил. Итогу, что у нас есть, 3-5, наша лучше. Кадилла Псайкерская. Кастера 10, электрическая дуга. Вот это мы возьмем Псипос, Ходир, Наратаку же. А ну скажите, пожалуйста, Идира, что у тебя как? Твою Кадила, это Псипосах 7-11, то же самое. Куколка 3-5, а что у Беляра там? А, у Белярыш меч с цепной. 9-11, 12-14, не, ну а Беляра самое протертое оружие. Это странно, что Синишаль, вроде бы Синишаль, но подумайте сами, а так все грустно у него. Так, там что нет, что-то такое, что-то такое, что-то такое. Что-то такое. Синишаль навигатора, прибивающая варпроводника корабля и смертельная ловушка для оставшихся остальных, оказавшихся здесь. Ясно, понятно. Брать тут нечего, давайте выдвигаемся. Нас уже заждались. Закрытая дверь. А где дверь открытая у нас, скажите, пожалуйста. А то тут как-то мини-карту не завезли. Или нам обратно на лифт нужно. Да, офицерская палуба, вот куда она нужна. В смысле мы не собрали? Ладно. Офицерская палуба, вот она там еще не была. А, ну коже, скажи, скажи мне. Не, ну я одобряю такое качество лифта. И да, починили ту сцену, когда они выходили до того, как клифт приехал. Работу над ошибками сделали. А из защитнички недолго вам осталось. Казалось, сразу взорвался. Не пощешу я врагов твоих, не внеблю их мольбам. Да, пристрелите же эту. Не договорил. И не предам я заветов твоих и не отступлюсь от них ни на шаг. Вам не кажется, что Арджента стала немножко... немножко постарше? По-моему, ей поменяли модельку. Совсем шу-шуть. Самую бздюлину. Во, на аватаре она гораздо моложе красившей задорни. Беловолосый воительница обращается к вам. В ютюмных глазах полает пламя, оружие в руках подрагиваю. Какой-то мне кажется, что она не остановится и продолжит истребляя все цели перед собой. И мишенью следующей станете вы уже. Сестра Арджента! Сестра Арджента, рад видеть вас. Нужны все силы, кем мы сможем собрать? Девушка, названная Арджентой, обсказывает оружие и откидывает ваш небольшой отряд взгляда. Я не знаю вашего лица. Кто вы? Невермор. Фон Валансус, конечно же. Наследница лорда капитана. Это темный час. Корабль полнится скверной. На лицах друзей проступают суммешки еретиков. В глазах товарища вспыхивает голод архиврага. Я сделаю то, что должен сделать, чтобы остановить посту темных сил. Но в эти мрачные мгновения верить нельзя ничему. По тому я должна знать, зачем вы здесь. Сестра, прошу, сейчас не время для вопросов. Под атакой еретиков нас предал дрожайший мазер шепотов. Эдель Тарада жидают на жребовочи, лорд-капитан. Доклад о успешных действиях. Мы должны навести порядок, и этим займемся. Скажем так, и мы не предательцы, сестра. Может быть, она уверена. Можешь мне даже личный досмотр провести. В отдельно взятой закрытой постели. Если вы говорите правду, император не оставит нас. Если лжете, не уйдете от его возмездия. Мне не терпится истребить еще больше еретиков. Всех их. Ой, ну что такая штучка, и знание империум успех. Убаякингса, адепта, саролита сделают на корабле вольного торговца. Разве вы не служите эклизиархии? Сестра Орджента гостя капитана. Эта история служит до дельного времени разговора в более подходящей ситуации. Довольно пустой болтал в ней. Я там, где должна быть. Эта давать довольна. Тогда нужно попасть в главную залу офицерской баллы. А через эту дверь я пойду с вами, и буду перед богом императора уничтожить эту ересь. Мы пойдем следом. Пока что будем сдерживать еретиков. Ясно-понятно, погибли как герои. Вот условно, сестра. Готово. Светная рыда озарит наш путь через огонь и тьму. Зачем озарять путь через огонь? Там же и так светло. Ладно, я понял. Дверь заперта, но замок влезет целым. Вероятно, его можно скрыть при помощи находящегося здесь инструмента. Я вас услышал, а где мне инструмент найти? Взрыв проделал значительную прореху в двери. Достаточно, чтобы сквозь нее мог пробраться человек. А вот трофей, наверное. Что мы находим? Топливный бак. Бочковые пироги. Такого не было нифига раньше. Пустотный прелэль. Вообще, а кто-то и взялось. Добрый, добротный стабревольвер. А вот этот мы возьмем. Пожалуй, ууу, сразу в грузике-то сортируется. Какая прелесть. Вот этого мне не хватало. Добротный меняем на обычный. Сетрарженто, что у вас? А у вас в квартире газ и местами даже газопровод. Вот. Позитивно нравится сегодня, Сетрарженто. Позитивно нравится. Надзиратель, член экипажу, член экипажу, надзиратель. Акута, открыть дверь можно. Но мы трофеи не все забрали. Но скажите, Неверто не забрал трофеи? Империар Моглева? Ящик инъекторов с успокоительным? Серьезно, Риле, вот прям нифига никогда этого не было, вдруг появилось. Контент, друзья мои, контент. Там что? Дверь номер заблокирована. Но мы просунулись, Бобилар тоже заедиру не знаю. Она на казенных харчах отъелась. А тут, по-моему, раньше была проверка на навык техники. И что, еретики? Еретики, конечно же. Злобные, паршивые твари-еретики. Походовка у нас прям не радужная совсем идет, поэтому Арджента... Арджента идет сюда. Сейчас не понял. Ой, саразами, склик нехороший был. Ну, скажем, что мы их выманивали на Беляра, и схема была рабочая. Так, Арджента. Есть пулевое, есть не пулевое, есть наша любимая стрельба на бегу. Есть у нас яростное выступление. Представляет моментум равный шести. Также способность дает доп. 3 моментум на каждого противника, который находится в радиусе пяти клеток от сестра битвы, или по которому она попадет в текущем ходу. Если противник подробно проходит попадание, является демоном или оккультистом, полученный за него моментом удваивается. Аз за бой. Ну, я вас понял. Но таких лошадин доза даже тратить грустно. Сейчас не понял. Боже, это же Арженто. Забыл, совсем забыл. На ближнем у нее стреляка не работают. Честно полученный урон. Так, что-то вот такое. Шансы попадания грустно, ну а вдруг? Неожиданно, но приятно. еще и одна щетендрана есть. По Белеру ты попадешь точно, давай сюда. Боже, красота какая. Арженто прекрасно. Няшка, няшка, няшка. Так, и Дира. Помним, что молния задевает нас тоже. здесь проходить нельзя, здесь не стоит. А вот это можно попробовать. Так, достань, что останешь. Ой-ой-ой, все-таки отдача прошла. Слишком близко, зараза, стояли. Арженто, извини, пожалуйста, мы не хотели. Кто за вас самое опасное? Да все в одинаковала шпиндоса, давай на тебя. Так, слабость мы узнали. Абеля, разве не мы сильно не хотели, но сам так получилось. Так, там нет, туда тоже нет. А если отсюда и боком, это же самое прекрасное походовая битва тактически. Минус один, прекрасно. И к ним идет подмога, которая до того, шпиндоса. Все позорные еретики будут уничтожены. Во славу императора, конечно. Ну серьезно, ну лорда капит, точнее, наследника лорда капитана бить. Вообще ж не по-борски. Так, далеко-далеко-далеко-далеко-далеко-далеко-далеко, добежишься ты сюда, сюда не добежишь, сюда добежишь, тогда сюда и одиночным. Минус один. Он ничего, бонусы живота, еще дает. Хотя, почему что Донран недоступен? То есть, четыре, дальнему в бою с ним на время действия, понял, 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 со следующего хода получает эффект восстановления дыхания, вон что как. Ход за ходом не завязаешь. А что, вроде бы, можно. не, но черт вы еретики. Покайтесь, соберитесь кучкой, и сама сожгите все вместе. Это будет гораздо более правильно. фигурка, попробуем еще разочек. На дальнего. Да, вот такая дальность позволяет нам не попасть под свое же. запомним. Экюляр, ты знаешь, что делать? Не знаешь? Ща подскажу. Ты идешь сюда, делаешь этот отц. На дальний вот отц. Не попадаешь. А тут что у нас? Слэш двойной. Ты раз один. Горигори ясно. Аджента. Вот тут даже ты не промахнешься. Кстати, а пробивной двойной работают или нет? Да, работает. Глюпые-глюпые еретики. Ну, что вы можете сделать? Ну, подумайте. Вот заходит Эдира. Вот Эдираевская молния. Неожиданно, да? Одного года не задело, но неожиданно, прям скажем. И Абеляр решает это окончательно. Абеляр? Да, так что наверняка вдруг еще раз промахнешься. И стоило ли бунтовать? Что это такое? На пьедестале точная копия нашего пустого корабля Пупырышка. Мелкими табличками указаны основные действующие палубы или что? На основной части судна. И отсеки. О, и охрана набежала. Ну, надо же. А где вы были, болезная? До того как. Оружие, 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 оружие. Собираем все. Хорошо, что у вас нет перегруза в этом случае. Там забрали его. Еще трофей. Проверка наблюдательности пройдена. Мы что-то заметили. Набор для машинного ритуала нам пригодится. Мультиключ тоже пригодится. Мы заметили трофей или что? Серд одержимое демонического орудия. Я даже не спрашиваю, где вы его взяли. Но, скорее всего, это относится к ксено-артефактам. Вот что вы заметили. На столе набор статуй, вместилище машинного духа, блоки утробного сыра. Я правильно прочитал утробного сыра? А из какого места он... Так, что мы можем? Набор для машинного ритуала или же логику задать. Давайте логику. Здесь же мы технику качали. Видали, что? Трофеи и... Ух-та-юх-та. Пластик ритолические сердечники. Какая-то хезди святого друза. Ну и куча всякого разна. Это главное, что, так, грузы, грузы, еще раз груза. Потихонечку наполняем торговлю. Мельтозаряд. У-у-у, какая прелесть. Нужно не забыть будет применить его. Так, еще одна дверка. Еще одна дверка. Какие-то обезмолвствуют. Кажется, его машинный дух больше не питает движущая сила мельта заряд техника 80 до технику 80 из эпизер в этом деле про питание срослось или не срослось до 100 срослось он чё как а какие мы молодцы там трофеи тут юридик налетчик забрали все какие вроде мелочи мелочи а по чуть добавили стало интересно перепроходить даже электризованная осколочная сеть это оружие линии оружие не оружие нужно мне оружие да помощнее и для чего мы свет восстанавливали уже немаловажный вопрос что такое на крышках не золотом напечатано название авторы уды по имперской теологии полезная вещь член экипажа вроде дышит уютного отдыха разглублен разгромлен хлам беда печаль давайте нас там это ждет не дождется то есть тут только мальта зарядом вы хотят бегать и мы получим уровень еще один перед финальным боем я думаю что мы воспользуемся а пока что идем как ведем это сохранение было страшным книги забрали дверка техника 55 слабо но скрыто и мы нашли шлюм дежурного офицера помнится мы его одевали арджентия красоту и неземную прятали в это раз один мобиляру что он дает плюс 5 бронем а бильярный передовой постоянно подумав еще и броня подходит идеально окна лифтим никуда не поднялись а сюда мы перейдем или не перейдем упавший тело перегородила путь подъемником нужно найти другой путь к эдлетраду а вот и он так не на данном это огнище а что такое происходит-то страшное прямо из огня появляется леди теодора рев пламени змеет ваших ушах а удушливый дым заставляет кашлять и холодать ротом воздух вы отшатываетесь от опаляющего жара протирая лицо руками пустя мгновение в бушующей стене пламени появляется смутый силуэт каким-то чудом среди шума и криков вокруг вы различаете шаги и спустя несколько мгновений к вам на встречу сжигается сама теодора фон балансиус ее взгляд спокоен пугающе спокоен для того кто еще человек лежит языки пламени рука покоится на везде силового меча а вторая путь не то приложение жести ты заплутала моя наследница от джинта заставая словно каменное завояние затем начинает поднимать оружием наваждение ведьмовское наваждение происки врага все трапу сидя оружием груза лорда капитану выходка выходящий за всякие рамки не верю мы что-то леди теодор это невозможно вреде тебе известно предел возможного невермор твой круг озор если скрубиться того что видит и познают вольный торговец но и чувствую что хотел бы разделить со мной эти знания иду власть над реальностью глаза теодора глядят не мигая словно змеиные очи взглядом и вообще не чувствуете как пламя опаляет вашу кожу и оставляет ожоги я могу увезти тебя из этого огня навермор указать дорогу избавить от боли и дать оружие для войны с твоими врагами решает ваш рот не произволен наполняется слюной каждое слово теодора звучит музыкой для ваших ушей скучно за тейфресе в недрах разума просит молит требует чтобы и дали ответ немедленно это может быть лишь согласие не слушать это чудовище она выбор из этой всем твердым твой злюбишь свет и верного отверта смело шагай в огонь император защитит нас не бояться верно его хотел бы то идем заряди тадора идем иначе сдохнемся в этой их преисподней люди апеллер оглядывается на кашляющих артеринг людей дар моргул вырушил средних палуб вы получите боже вывести на тебя вход в озерёк пламени услышите далекие звуки испуганные голоса крики но они проходят к вам в возведенную толщу как будто и глушенные искаженные на встречу с цели морща вы ждем ну что ж господа мне тут писали прошлом прохождение что мол поднедрительные действия мы выглядят да что мы им вот или не еретические и чтобы императора я не верую поэтому что все понимали но сквозь пламя императором выведет своих праведных на путь его тысячи игл впиваются в ваше сознание бессильные остановить вас это называется сейчас догматик это раньше имперский называлась вы делаете шаг и разрываете окружающий вас морг в то же мгновение волна не при самой боли захватывает вас головой а голос теодоры таять среди дерева стихии вы слышите за спиной голоса спутников зовущих вас и крики слабых поебающих от вездесущего пламени а вы хоть на кой побежали то из-за слепительного инферно из-за петляющей происподней и всепожирающего пламени выступаете едва держитесь на ногах коробящая в ушах заглушает весь мир глаза залеплены сажей опаленные ресницами оказываются открываться освободившись плащего ада вы делаете всего два шага и падаете на колени бени крови в висках и невысимая боль обожжённом теле не затмевает ваш разум вдруг не отступают словно по велению чьей-то могущей воли шилом разливаются новые силы невзирая на раны тело готово к новым испытаниям сражениям ты взяла вы видите аквилу священный символ империума изначающую теплый свет император защитит следующее мгновение вы создаете еще кое-что действительное присутствие в вашем разуме мучившего с момента ранения кудроном исчезла пламя кажется выжгло из создания из вашей головы госпожа госпожа вы меня слышите вы живы больше чем я от вас ожидал после того что вы устроили ладно мы-то устроили а ты чё за нами бежал слава императору мы прошли сквозь пламя разве это не знамение ибо сказано что император волосовит достойнейших и упорных в вере за спиной сестры битвы вы видите идиру тлас согдушусь и порывы тошноты остальные кто шел за вами исчезли бесследно растворившись пожаре ну а идире все равно не доверяю вот увидели аквилу она светилась выберете новормор в этом не верующий лошь он явно смущен вашими словами он еще раз украдкой бросает взгляд на указанными аквилу и кабеляр узнать тоже вопросы появились в моем понимании если тебе в империуме говорят что аквила светилась значит аквила собака светилась таки а кто сомневается тот еретик и на костер костер кстати сзади может шагать сразу что следит и дурой шла за нами не было тонуры ведьма был морок искушением скверно чтобы разбить нас пути но новормор распознала их природу неужели все тоже что же лорд-капитан нам значит перевелся я скажи так скажи но не было неважно ваш поступок новормор гранчит безумием или святостью за вами словно он открылся там где пламя секунду за бушевала вдруг одни угли тусклые понесу казалось мне да и он отдышался у нас такие раны если бы огонь нас не тронул раны лишь знак пройденного испытания с честью именно лежит гордиться как орденами наградами опереться на рукой билер бывало и лучше отмахнуться и поняться самое в порядке встать гордой и выпрямиться вот ни одна стихия не властна над праведными если вы ожидали новый наплыв боли он не происходит ваши мускулы крепки челены работают слаженный п муж вроде за девочки а руки в смысле и ноги ясно понятно а все же вы чувствуете словно внутри у самого сердца глубине живота звенят натянутые струны мы на последнем пределе ты на и не летела или в силе вашей веры надолго их не хватит войти сколько нужно а вот и летат номер мора не подводи меня глаза мои готов поклялся я только что видел как ты прошла сквозь стол пламени видел собой остальных я торопилась на встречу с вами остальными пришло время дать отпор едика вайсину нормор это литра до синяя себя знаменем аквилла раны а ну-ка знание варпа болтус смотрим на это литра до успех он кажется не сменившимся монета первой встречи но только на первый взгляд его лицо приобрело странный оттенок на висках появилось что-то вроде чешуек а в голосе появились кликующие нотки это не следы усталости стресса тела псайкера начала подвергаться мутациям который происходит из-за контакта с варпом не будем о грустном вот лучше сила веры помогает нам стоит на ногах и держать оружие в руках этого довольно прости мою настойчивость не мне сомневаться в вере то что росло крещение огнем я собрал все кто смог откликнуться на волк с призыв и кто способен держать в руках оружие но я не вижу лорда капитана и архимилитанта общение с его голосом продолжает поступать в эфир но она не откликается на запросы средний раз я видел леди теодору на смотровой когда вы были с ней у этого лифта господин элитрат лод капитан сопровождение архимилитанта направились в свои покои за предметом необычной важности после того мы получали только бокс трансляции это тревожные 200 и весьма не вовремя не получаю отрывочные сведения с водчика корабля обзавечен предатель кунрад и даже скупые рапорты его действиях возгрешают моей память описание того как были ведьмовские ритуалы если он взялся за колдовство нужно помешать его давайте штурмовать мультик корабля сразу будет на вармур мы не готовы совершенно вы два стоите на ногах после всего что произошло лучше отправиться за леди теодорой и дозелит раду дать бой в актеру туда голосе сына шаля заставляет вас думать что первую черепляр хочет убедиться безопасно тем более нароговаться они ваши разумно борьбе с собой отряд вас могут поджидать пути ясно понятно да был совет император твой путь нам наверх и что такое такое что такое генераторы не громко гудят в радиусе параметров на вашу кожу начинает покалывать от физических разрядов а вниз можно а вниз нельзя кстати знакомы все местности что мы досмотроваем отсюда начинали и вернулись а ровно к лифту необходимому что-то мы нашли ты смотри скажу лорда капитана секретные прохода усиленный термопласт забираем все все что не оружие нам особо не нужно что такое вот за это где он помещение явно не являются аппаратными палатами генератор грубо обшивка стен техническое помещение чем приемная забрали и что тут такое это плазменные проводники сеют энергии наполняющий корабль очки лекс механика плюс 3 к логике пожалуй что вот этому приоденем сами не знаю чё куда как но вдруг пригодится пока тем более выглядит стимпанка что ж нас тут ждет а такое и где же леди капитан сама и сидит а дуру фан валанса ужаса даже морт главный архимилитант и сама леди капитана мертва наверное тоже сотворить ты такое мог салон орган не орган нам не надо давать с морда ночью это даже под мороженое здесь все лим верного защитника требуется догматик последователь дает владельцу иммунитет к вражеским периодическим попаданием в первые три раунда боя мы это одеть можем или не могу самое смешное что можем арт-джин там может аршки защитница наша в аржике дадим золотой а мы в очищих на логику место убийства выглядит так как будто что произошло что произошло мы не знаем слишком быстро диалог включился тела тэдора фан валанса у нас распростерта на массивной письменном столе залитом кровью рубарки милитанта еще сжимающим руках оружием скорчился на полу стены император прими души верных я не слышал это ничего ничего не слышала ни шепотка ни вздоха там все было так громко так громко почему почему я не предвидела потрясенный бильярд делает низкая шага вперед от всего тяжело опираться на край стола ну уж капитан доктор посмел что неужели крысы кунрад сомневаюсь что это падла это было он же латаре унижение мук но не быстрой смерти все могло решиться полубою тем более здесь был морд он защищал бы леди тэдора до последнего как мог морд оплашать архимилитант был выходцем в меру смерти у него были молниеносный рефлекс а я так думаю что их просто приморозили ведь как-то следы заморозки здесь везде я не могу попробую расследить тайны ну давайте осмотрим тело до дура вы наклоняетесь их мертвой женщине причина смерти ясно жизнь вольного торговца правило выстрелы из автопистолета причем необычным метки на застывшем лице теодоры замечалось изумление последние эмоции испытаны при жизни ваше внимание привлекает бумаги и пергаменты и свитки насыпавшиеся за стола из-за пятнаной кровью наклонившую замечаете что-то мелкие осколки стекла растивший пол что за осколки пишу переливы сияние синие огни лица ближе леди тэдора еще курс что так ровно темная и добрая вещь на вармур ведьмаская скверна вы так не понимаете кому была адресована реплика ардженты к осколкам или идея а муж коснуться самой теодора это это не работает так я могу попробовать посчитать память предметов но вертельцы совершенно другое для этого нужна будет ее душа насколки около стола вам сложно понять что именно разбилась если только то предмет упал на пол при ближайшем рассмотрении осколки складываются в не совсем прозрачные скорее радужные словно обмакнутые параметий бумаги отчеты рапорта донесения вы перебирайте свитки пока не натыкаетесь на разительно отличающийся документ рукописное письмо внизу когда стоят официалы как а и утиск печати со смутно знакомым символом успех по знаниям империума который вызывает вас дрожь никто отправил тадуев анвалансу с послания запечатанная штампом цветного орда с имперской инквизиции тайной полиции империума ведущий безустанную охоту на еретиков ксеноса и прочих врагов человечества а нам бояться нечего мы легальны в сайгер выстрел автопистолет пробил борту лоб и вышел из затылка вместе с фонтаном крови мозговое вещество и обломки черепа все это вы можете наблюдать на полу и мебели вокруг странно но предохранительное оружие архимилиданта снят каждого переубить опередил его на долю секунды дано пара идти в корнило битвы и нет давайте посмотрим что нужно еще и диран ты и не вернешь оставь старик ладно цвета уши у нее нет сердца но ты как бы не так я до того кто виновен смерти пожалеет что родился на свет грустно печально но трофеи мы заберем чутки теодором плюс 10 коммерции знанием империума собираем водружаем на нужное место красота красота то еще трофеи есть плащик мантия вольного торговца на селе манти получают плюс 5 к общительности за каждого врага че че в радиусе двух клеток а зачем навык общительности во время сражения с врагом не совсем понял но плащик за счет на мне лично нравится амбы на силу погода не позволяет что-то еще есть здесь ничего разного рода камушки потом посмотрим возможности еще будут когда победим на мимо да вот прямо на к на мостик удается ки уровень повысим мы улучшением особое поручение что дает офицер предоставляет союзнику доп ход с двумя очками действий нулем передвижения да деточка вот 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 как это прекрасно взяли 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 биляр что у тебя на бой это наш могучий стойкость до начала следующего хода воин не подождите а разве у нас не было до начала следующего хода война наносимую войну урон снижен на бонусы выносливости вот так же получает бонус выносливости временного здоровья хорошо применяем идира ранее мой молния с под выводами есть выявление слабостей оперативник снимает цели все уязвимости снижая и уклонение парирование и в броню минус 10 слова короче сложная формула но суть мы поняли в бою пригодится и ардуэнта ты у нас идешь по солдату нападет на архимилитанта наслаждение убийствами солдат мгновенно избавляется от эффекта восстановления дыхания до конца боя получают здесь сигналим в бою пригодится плюс бонус крит урону плюс цикл ловкости лучше применять после первого применения стрельбы на бегу и шикарная штука но будет доступна после того к солдату бьют трех противников учитывается результат за несколько раундов несколько раундов но не несколько боев вау вау сейчас будет хороший повод применить это дело на горжанта здесь идира здесь а биллер стоит по центру смысле сбоку мы фаербойли по краю хочу вроде бы отсюда не нападали они давай сюда а биллер чик ты попадешь немножко совсем чуть-чуть пункт удары диран но так надо и дай-ка врубая стойкость бонусы будут нужно а приготовиться что у нас было ну приготовиться можно как бы не применить и чего бы не дать скажем той же и диридо обход вне а зараза вот нехорошая походовка получилось а биляру смысла давать ход нет если только манифестом дали моему другое оружие во время боя можем это сделать или не можем скажем дуб оружие обычный 100 револьвер не получится во время боя жаль готовились было бы хорошо а когда огонь минус два с половиной сразу красота если мы дать март же еще не ход вот перед и уходом какой мощный боевой сервитор чик там я разное выступление а ну да вы пригодится и снова водорожен ты не ждали твари не ждали на а ну-ка на пол шучки вперед и чуть-чуть задевает наших красота айди раньше заполирует ясно что можно было hit and run делать на душу что и так мы добьем идеале тем плюсу выявление слабости находится вода возить его эффект или состояние а закоротила его вот это можно анализ цели не дойдешь не дойдешь не дойдешь не дойдешь не дадал что зараза дошел таки а белер чик далеко есть контакт как они сервитуры до переманили на свою сторону тут непонятно дабилер гипп протошки отжигаем и мы наверно подожгем гори гори ясно говно сервитур не горит хорошо у ярджин то шушь то грустно там да ну серьезно вплотную не попасть иди рандуха ты же орануть на него мощнее вот молодец и диране бесполезно идеально отбитие так и по получим по еще одному уровню да вот это мы дали а за что такая халява и так час пробил офицер предоставляет союзнику до входа вместе с полным запасом очков здоровья походовки во время этого хода среди может получать совершать не ограниченное число атак дочка это я хочу взять плюс дуб талант как же их до черта заслужишься слушайся слушайся сколько их до черта а рекомендованы какие рекомендованы приказной тонн далее действия способности офицера увеличится на тройку действие приказ командира на шестерку стальная решимость плюс 3 к решимости на офицера кровь мучеников такой себе соберись да наверно возьмем приказной тонн дальность отрешает приняли а билер это нам героика стала доступна детский навык точнее натиск воин неверно восстанавливать всякие действия походовки до конца хода все такое куча атак на один ход наша любимая презрение к врагу что ты даешь бонус уносов вести урона зярость если у воина меньше болтов со здоровья он получает бонус в гуще битвы когда воина атакует он получает плюс один к уровень эффекта в гуще битвы плюс один временного здоровья за каждый уровень эффекта атакую себе толстокожесть плюс один к отражению урона и подавление это бонус ловкости урона для не союзных противников но они сразу обычно союзно стоят наверное тоже презрение к врагу возьмем какие хорошие бонусы к урону идира тройная молния можно идира можно препарирование цели накладывает одну язвимость на каждого противника в бою с этим совершает атаку атака не расходуют лимит атак на ходы всегда достигает цели предположим плюс ты будешь подлинным экспертом и еще пар тройку бонусов на это все дело зайдет атаку есть такое ну и аргента бусинка моя да 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 экспертная стрельба особенность без затратов действия совершать доп атаки вспомните эти мощные очерединные красота же если с быстрой перезарядкой это вообще красота будет неуписуемая вот теперь можно друзья залутации на командный мостик этим плюс висюрка там благодать неведающих плюс 5 выносливости если его интеллект ниже 35 Абеляр не в обиду тебе будет сказано какой у тебя интеллект как знал просто как знал Солнц заехали мусть корабля собираем все что есть точнее друзья нет не собираем а то эпизод мы перетянули так что здесь мы припалзим на очень интересном переходном моменте продолжим уже в следующем эпизоде так что пока что маленькая пауза не забываем про наш телеграм дискорда в контакт ссылочка все там же под видео в описании всем удачи до встречи увидимся немножечко по позже отеля а Продолжение следует...